МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире. Сегодня Геворку Джавахану исполнилось бы 23 года. Ливанская пресса о церемонии поминовения геноцида, совершенного против армян. Исторический визит царя Великой Армении Тердата I в Рим и освящение Нерона из Марселя в Армению в поддержку арцарских детей. Член Комитета Сената Франции по внешним отношениям обороны и вооруженным силам Ронан Легле посетил Цицернака Берт – концерт этно-джак столетию со дня рождения Сергея Параджанова. Сегодня сыну Западной Армении Геворку Джавахану исполнилось бы 23 года. Родные, друзья и близкие отметили в военном пантеоне Ераблюр 23-летие героя. В армию был призван летом 2019-го. Службу проходил в Иваняне. Был наводчиком-оператором танка. 24 октября Геворк Джавахан получил ранение возле села Кармиршука Мартуницкого района. Первый о ранении узнала одноклассница Татев Назаретян. За день до ранения Татев позвонила Геворку. Он, в свою очередь, интересовался о том, что передают по новостям. После двух дней поисков родные Геворка нашли его в одной из ерванских больниц с многочисленными травмами, переломами и без сознания. 28 октября, не приходя в сознание, Геворк скончался. Геворк Джавахан в период войны уничтожил один вражеский танк и несколько единиц бронетехники. Вечная слава павшим бою героям. Ежедневная газета Ливана 24 апреля коснулась 109-й годовщины совершенного против армян геноцида и шествия с факелами ливанских армян. Ежедневные газеты по-своему анализировали и комментировали факельное шествие и поминали церемонию собори Грекор Лусавурич. На первой странице ежедневной газеты Джумхурия появилась статья Элис Погусян, посвященная 109-й годовщине геноцида в отношении армян. История, даже если она заговорит. В статье приводятся слова одного из видных французских политических деятелей Жана Жореса. Мы живем в ту эпоху, когда человечество не может жить, когда в Сагдун его дома находятся останки людей, подержившихся к геноциду. В статье Погусян коснулся исторических фактов, совершенного против армян геноцида, подчеркнув, их достаточно, чтобы осудить Турцию и подтолкнуть ее к признанию геноцида, совершенного Османской империей против армян и возместить материальный и моральный ущерб, нанесенный армянскому народу. В статье также затронут вопрос расовой чистки в Арцахе, проведенной в Баку при участии Турции и Израиля. Погусян подчеркнул, признание Турции геноцида, совершенного в отношении армян может предотвратить дальнейшие геноциды. Ежедневная газета Нахар коснулась церемонии повиновения 109-й годовщины геноцида, совершенного против армян в блокадном антиллясе, опубликовав фотографии. Корреспонденция Нахар отметила, вышеупомянутая церемония была проведена по инициативе трех армянских политических партий и Великого дома Киликийского Арама I под подкровительством католикоса. Курм Арут Аракелям пишет, «Немногие события в летописях древней истории поражают воображение так ярко, как визит Тардата I, царя Великой Армении в Рим в 1966 году. Историческое путешествие было не просто дипломатической миссией, а ритуальным зрелищем, подчеркнувшим глубокие культурные и религиозные обмены между Великой Арменией и Римской империей. Одним из самых интересных аспектов этого визита было освящение императора Нерона в Совет Мигран, что ознаменовало его вступление в Мигристский обет. Предыстория Тардат I и Армянский престол. Член царской семьи Парфян Тардат I взошел на Армянский престол в 1952 году при поддержке своего брата, царя Парфии Вагарша I, что свидетельствует о заинтересованности в сохранении Великой Армении в качестве важного союзника и государства между Римом и Парфией. Это правление привело к ряду конфликтов с Римом, который стремился поддержать своих кандидатов на престол Великой Армении и обеспечить безопасность своих восточных границ. Дальнейшая борьба за власть закончилась мирным соглашением, которое требовало Тардата отправиться в Рим и быть коронованным Нероном, символизируя верность Великой Армении и Римской империи. Созданные по инициативе Арцахского офиса Амазгайн группы, действующие в городе Масис посредством образования и культуры, призваны поддерживать школьников, вынужденных покинуть Арцах. 2 мая школьниками города Масис встретились студенты гимназии Амазгайн из города Марсель в Франции, представляющие этнографический и танцевальный ансамбль Килике. В зале общинного дома Масиса была организована теплая встреча, на которой также присутствовал руководитель Арцахского офиса Амазгайн Эрмине Абакян. Арцахские школьники приветствовали сверстникам из Франции песни и декламации, подарив им из некоторых своих подделок. Гимназисты также подготовили для них символические подарки. Делегация, возглавляемая членом Комитета Сената Франции по внешним отношениям, обороне и вооруженным силам Ронан Легле, посетила мемориал геноцидов в сопровождении чрезвычайного и полновочного посла Франции в Армении Оливье Декантини. Об этом говорится в сообщении Музея института геноцида, совершенного против армян. В мемориальном комплексе Цицерна Каберт гостей встретила заместитель директора по музейной работе Музея института геноцида армян Люсине Абрамян. Люсине Абрамян сопроводила гостей к мемориалу геноцида, рассказав историю создания музея трех хачкаров, установленных на территории Цицерна Каберт в память об армянов, ставших жертвами резни, организованной азербайджанским правительством в городах Сумгаид, Кирвабват, Ганзак и Баку в конце прошлого века. Проводила гостей к мемориальной стене, где покоятся пять воинов-освободителей, погибших в Арцахской войне, подчеркнув связь между происшедшим и геноцидом, совершенным против армян. Гости возложили венок к мемориалу жертвам геноцида, совершенного против армян и цветы к вечному огню. Почтив минутой молчания память невинных жертв геноцида, совершенного против армян. Члены французской делегации в сопровождении старшего искусствовода Асмик Мартирусян осмотрели музей геноцида, ознакомили с постоянной экспозицией и с временной выставкой про Армения. Для тебя, Армения. После глава делегации сделал запись в книге памятных почетных гостей. Выразив благодарность за визит, Асмик Мартирусян преподнесла высокому гостю книги о совершенном против армян геноциде. В документах, переданных Министерством иностранных дел Италии Национальному архиву Армении, мы находим очень примечательный и обширный пакет писем, где представлена переписка и телеграммы турецких и американских политиков. Первые шаги по распространению политики отрицания и вовлечению других в их отрицание были предприняты в период правления Абдул-Хамита II. Пакет документа под заголовком предполагаемое насилие в отношении армян. В документах указано несколько форм и методов отказа. Армян обвиняют в организации насилия и восстании. Преступные группировки представляются как реальные жертвы. Чтобы избежать ответственности и провести беспристрастное расследование, турецкие власти предлагают президенту Соединенных Штатов Америки как нейтральной и беспристрастной стороне отправить своего представителя на место совершения предполагаемого насилия с целью участия в расследовании турецкой комиссии. Александр Террел, полномочный представитель Соединенных Штатов в Османской империи в 1893-1997 годах в своем письме государственному департаменту пишет следующее. Сообщения, появившиеся в американских газетах о зверствах турок в Сосуне, сенсационны и преувеличены. Убийство произошло во время конфликта между вооруженными армянами и турецкими солдатами. Великий визирь говорит, что необходимо было подавить восстание и что было убито около 5-10 турок. Сообщается, что после боя было собрано около череда сот винтовок и убито столько же армян. Я верю его заявлению. Тот же представитель, не дожидаясь ответа государственного департамента, два дня спустя, 30 ноября 1894 года, отправляет государственный департамент еще одно письмо, телеграмму, в которой говорится следующее. Султан хочет, чтобы президент одобрил, чтобы я отправил консула в Соединенные Штаты с турецкой комиссией для расследования предполагаемых преступлений, совершенных против армян. Я верю, что ваше согласие принесет большую пользу миссионеров Малой Азии и из присутствующих нейтральной страны выбирает Соединенные Штаты Америки. Посылает приветствие президенту. Я выберу Джуити. Султан просит вас ответить до понедельника. В ответ на письмо 2 декабря Госдепартамент пишет, ценя доверия султана, президент не хочет, чтобы кого-либо из американцев отправили с турецкой делегацией для расследования предполагаемых зверств. По инициативе проекта «Новое поколение» 2 мая к столетию Сергея Параджанова в концертном зале Арама Хачатряна состоялся уникальный концерт этно-джаз. Швейцарский оркестр, музыкальный руководитель Валерий Толстов представил зрителям уникальные аранжировки армянского этно-джаза. В составе группы музыканты, выступившие с гастролями на престижных площадках мира. Специальные гости концерта Гор Суджан, Асмик Багдасарян и Микаэл Осканян. Также выступили учащиеся вокально-хорового профессионального училища «Сохранение голоса» руководитель Эмма Аракелян. Ансамбль в 2009 году был основан Валерием Толстовым, швейцарским мультиинструменталистом с армянскими корнями, с целью объединить различные музыкальные жанры – джаз, мировую музыку, киномузыку, элементы армянского фольклора и классическую музыку. В 2016 году группа записала саундтрек голливудского фильма «Обещания» с Сержем Танкяном. Саундтрек был записан в Москве совместно с оркестром «Аутентичный свет» и струнным оркестром на киностудии «Мосфильм». Из завершения новостей послушаем песню в исполнении Саро Тувмасяна. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!